Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ! В эфире информационный выпуск «День за днем» с вами в студии Алина Сазонтова. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Порядок в городе под постоянным контролем. Экологическая креатив-лаборатория в Доме Творчества. Занимательная физика для дошколят. Завершилась летняя экопрограмма «Оглянись из береги». Сотрудники правоохранительных органов и их добровольные помощники собираются вместе, чтобы доложить о готовности нести службу по охране спокойствия в городе. Мы расскажем вам, как прошло мероприятие. 16 ноября около администрации прошел совместный инструктаж полиции, сотрудников добровольной народной дружины и казачества. Временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка майор Андрей Плетнев проверил готовность сотрудников к службе, обеспеченность их форменным обмундированием, наличие у них документов, нагрудных знаков. На инструктаже полиции присутствовал и глава города Андрей Шубин. Единственное пожелание и просьба обратить внимание на лесопарковую зону 2-го микрорайона, где у нас находится топа здоровья. Там наши граждане и гости нашего города транспортные средства доезжают на набережную и, соответственно, кто рыбачит, кто развлекается. Поэтому, к сожалению, к вам и сотрудникам по маршрутам патрулирования просто попрошу обратить на это внимание и принять меры реагирования по данным вопросам. Начальник УМВД по городу Десногорску рассказал нам, с какой целью проводится этот инструктаж. Мы это делаем для того, чтобы наши граждане больше обращали внимание на правонарушения, которые проходят в городе, то есть административные правонарушения. Ну и, по возможности, если видят какие-то совершаются преступления, сразу нам сообщали, чтобы мы незамедлительно на это реагировали. Такое взаимодействие всех сил города дает уверенность, что десногорцы могут быть спокойны. Производство черной икры в Смоленской области планирует расшириться. В ближайшие два года хозяйство намерено выпускать до 500 тонн рыбоосетровых пород и увеличить количество рабочих мест до 150. Губернатор области Алексей Островский выразил готовность оказать всестороннюю поддержку предприятию. 15 ноября в Доме творчества школьники Десногорска и Рославля креативили на экологическую тему. Проведение мероприятия стало возможным благодаря победе социально значимых проектов Госкорпорации «Росатом». Подробности в нашем следующем сюжете. В финальном этапе межмуниципальной экологической креатив лаборатории «Мир в твоих руках» приняли участие шесть команд. Это школьники и педагоги из Десногорска и Рославля. Этот проект коллектива Дома детского творчества победил в Росатомовском конкурсе социально значимых проектов. На его реализацию был выделен денежный грант в размере более 200 тысяч рублей. Мы разрабатывали это мероприятие совместно с Управлением информации, Смоленской атомной электростанции. И они, как могли, оказали нам помощь. И в результате наше мероприятие выиграло. И сейчас мы его проводим. Состязались ребята в несколько этапов. Первый был творческий. Командам необходимо было выполнить композицию на экологическую тематику из предоставленных бросовых материалов. Прежде чем приступить к работе, для ребят педагогами Дома творчества были организованы и проведены мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Было предложено два варианта. Это фитодизайн, аппликация из засушенных цветовых листьев. Но они выбрали композицию объемную. И вот сейчас мы изготавливаем вот такие сувениры из природного экологически чистого материала. При выполнении работы на тему природные фантазии, каждая команда старалась, использовала полученные на занятиях идеи и навыки. Наш проект заключается в том, что мы показываем все экосистемы планеты. Надводная, вот тут будет подводная, потом воздушная и земная. Как видите, мы уже изобразили лягушку, ежа с деревьями, грибами, цветы. И пока что наш проект еще находится в стадии разработки. А что используете? Используем природные материалы, бумагу, картон и всякие подручные материалы, средства. Работы у ребят получились интересными и очень креативными. Так как команды были сформированы из ребят эрудированных и творческих. Собиралась у нас команда из класса повышенного уровня, седьмой класс. Ребята очень любознательные, очень творческие. Они принимают у нас участие во многих школьных конкурсах. Также участвуют в городских и муниципальных мероприятиях. Дети из одного класса, из седьмого класса. Мы выбирали именно возрастную категорию, потому что, как говорится, в рамках были таких жестких. Ну и плюс, конечно, лучше работает команда, когда они знакомы друг к другу, когда они уже не первый год. Поэтому, видите, работают очень активно и очень дружно. Также в этот день школьники соревновались в знаниях о природе, экологии, атомной энергетике и работе Смоленской атомной электростанции. Последним этапом экологической лаборатории стал показ театральных мини-постановок на тему «Сохраним природу». Надо отметить, что каждая команда справилась с домашним заданием на отлично. Есть тяжелые металлы и другие минералы. Ну а в этой что водится? Есть со мной? Не сравнится. По итогам конкурсных испытаний первое место заняли десногорские ребята – воспитанники Дома творчества. Второе место – команда школы номер 5 из города Рослых. И третье место у команды из Рослойской школы номер 10. Все победители и участники получили грамоты и призы от госкорпорации «Росатом». В Смоленске прошла встреча представителей общественных организаций с прокурором Смоленской области. Они обсудили вопросы о противодействии преступности на территории региона и профилактике правонарушений и преступлений среди молодежи. По итогам мероприятия создан отчет, который общественная палата отправила в Генпрокуратуру. Проект «Я житель сказочного Атомграда на Десне» педагогического коллектива детского сада «Ивушка» в этом году одержал победу в социальном конкурсе, который проводился фондом Ассоциации территории расположения атомных электростанций. На его реализацию детскому саду было выделено 800 тысяч рублей. Проект начал работать. О том, какие познавательные мероприятия проходят в детском саду для ребят, вы узнаете в нашем следующем сюжете. Этот проект включает в себя множество мероприятий по физическому и познавательному развитию дошкольников. Все занятия, которые вошли в проект, придуманы и разработаны самими педагогами детского сада. Все они соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам. 14 ноября мы побывали в гостях у подготовительной группы «Вишенки» на интересном открытом занятии «Занимательная физика для дошкольников». Это мероприятие не новинка для нашего учреждения, они проводятся в соответствии с нашей образовательной программой. Но, насколько я знаю, каждый адаптируется для детей, да? Конечно. Вы же знаете, физика – это наука, которая серьезная наука, и поэтому мы стараемся ее как бы перевести на язык дошкольника, чтобы ему на сегодняшний день было, ну, хотя бы немножечко понятно. На занятии педагог Валентина Дмитриевна Федунова рассказала дошколятам сказку о королеве радиации и ее верных подданных. Из небольшого видеоролика ребята узнали, как работает наше градообразующее предприятие «Смоленская атомная электростанция». Закрепили знания интересными экспериментами с водой. Мне очень понравились каши, каплика, я ела, я диаша. Мне понравилось, как не тонул перец, он разъединялся, когда палочка опускалась вниз в воду, и перец расплывался. Дома обязательно покажу родителям. Знания, полученные детьми в раннем возрасте, при помощи экспериментов запоминаются им на всю жизнь. И мы надеемся, что это занятие пригодится ребятам в школьной их жизни. Смоленский студент-спасатель принимает участие в международном мероприятии в Китае. Иван Калинтиенков вошел в состав российской делегации, которая принимает участие в мероприятии федерального агентства «Визит 100 молодых лидеров из России в Китай-2017». Оно проходит в Пекине с 16 по 23 ноября. 10 ноября в храме нашего города состоялась церемония награждения победителей международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». В конкурсе принимали участие более 95 десногорских ребят. Из них победителями и призерами конкурса стали 16. Награды вручил протеерей храма отец Виталий. Существует множество методик для развития экологической грамотности подрастающему поколению. Работники культурного сектора САЭС постоянно находят все новые и интересные познавательные решения, чтобы заинтересовать школьников этой темой. Чем в этот раз они увлекли юных экологов, мы расскажем подробнее в нашем сюжете. На школьных каникулах во Дворце молодежи прошел веселый праздник «Синичкин день». Дети мастерили кормушки для птиц из подручного материала и участвовали в викторинах. В конкурсе принимали участие 120 самодельных кормушек, поэтому жюри присудило несколько третьих, вторых и первых мест. Они посчитали это решение справедливым. 15 ноября в торжественной обстановке все победители получили награды. Дипломы и подарки вручал председатель профсоюзной организации Смоленской АЭС Юрий Кузнецов. А ты с кем делал кормушку? Папой. Папой, да? Ну скажи папе, что он молодец, и только ты. Ну получаешь вот диплом за третье место. Позарен? Многие поделки – продукт совместного семейного творчества. Я рад, что победила, а делал кормушку с мамой и дедушкой. Мы решили сделать кормушку и в крышу из соломы, а в тенке и все остальное в дерево. Участие в таких конкурсах объединяет не столько духом соперничества, сколько процессом творческого труда. И наглядно демонстрирует детям их участие в сохранении окружающей природы. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok